Мы начинаем нашу трансляцию из Калужской области, Родины, той поистине глобальной энергии мысли, которая вывела человечество даже в космос. Но сегодня отсюда, из уютной и гостеприимной Калуге, из Государственного музея истории космонавтики Миницын Алковского, мы выведем на орбиту и новые звезды. Заглянем для начала под купол в планетарии. Новые звезды Новые звезды – это лауреаты премии «Глобальная энергия» 2020 года. Их имена мы узнаем с минуты на минуту. Ну а я, Сергей Бридев, представлюсь в моем параллельном качестве. В феврале я в параллель возглавил Ассоциацию «Глобальная энергия», членами которой в России являются «Газпром», Россетия ФСК ЕС и «Сургутнефтегаз». Ну и немного об истории и вопросах. Саммит России-Евросоюз 2002 года. Вот когда было объявлено создание этой премии за выдающееся открытие в области энергетики. С тех пор премия вручена 39 ученым из 13 стран. Для некоторых из них это стало прологом к движению на Нобелевку. Не случайно «Глобальная энергия» – единственная российская премия, входящая в сотню самых престижных премий мира по версии обсерватории Айрек. Важная цифра – призовой фонд – 39 миллионов рублей. Но сейчас для премии «Глобальной энергии» наступил и качественно новый этап. Технический организатор этой трансляции – Калужский телеканал Ника ТВ, но посредством спутников наш сигнал уходит на Россию-24, на ТВ ООН, ТВ Брикс, на веб-платформу ТАСС, ну а из самых дальних точек – Южная Америка, посредством телевидения Уругвая. Вообще, за этот год «Глобальная энергия» существенно расширила географию. Сравните, если в прошлом году в номинационном цикле «Глобальной энергии» принимали участие 39 ученых из 12 стран, то в этом году, несмотря на пандемию, 78 номинационных представлений из 20 стран мира. В том числе, впервые заявки были не только из традиционных центров исследования инноваций, но также Катара, ЮАР, Саудовской Аравии и Бразилии. Вот почему наша сегодняшняя церемония проходит при поддержке ООН. А именно в ООН много лет работал председателем Международного комитета премии, Нобелевский лауреат Райк Ван Чунг. Он присоединяется к нам из Южной Кореи. Здравствуйте, господин Чунг. Жаль, что из-за коронавируса вы не можете присутствовать в Калуге. Давайте напомним нашим зрителям о правилах присуждения премии. Помимо того, что самого движения невозможно, чтобы выдвинуть номинанта, надо обладать серьезными научными регалиями. Всего было 78 заявок. При этом представления на премию поступили примерно в одинаковых количествах. В номинацию «Традиционная энергетика» – 27. И в номинацию «Новые способы применения энергии» – 22. Все эти заявки рассмотрели эксперты, по три на каждую. И они составили шорт-лист, в который вошли 15 кандидатов. Поправьте меня, если я не прав. Но, кажется, впервые за много лет в этом году в шорт-лист попали исключительно новые имена. То есть нет такого, чтобы была сформирована очередь в плохом смысле этого слова, где каждый просто ждет своего часа. Да, время обновилось. В шорт-листе всего один человек, который бывал в нем ранее. Спасибо, господин Чунг. Вернусь к вам буквально через минуту. А пока объясню нашим зрителям еще пару вещей. Международный комитет под председательством господина Чунга – это 20, как мы говорим в ассоциации «Гуру мировой энергетики». 5 россиян и 15 иностранцев. В этот понедельник они встретились, в этом году онлайн, и рассмотрели шорт-лист. Присудить премию они могли максимум трем и минимум двум номинантам. Их решение – с минуты на минуту. Ну а пока… Ну а сейчас из Центрального холла, Центрального зала Музея космонавтики Калуги мы продолжаем нашу трансляцию. Я хотел представить время исполняющего обязанства Калужской области. Владислав Шапшу, здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый день. Жалко, что в такую красоту не смогли мы привезти Международный аппетит, конечно. Все приходилось делать онлайн. Что делать? Ну, у нас все впереди. У нас еще масса событий интересных. В следующем году Калуга будет отмечать 650-летие. Мы откроем вторую очередь этого прекрасного музея космонавтики. Поэтому будет прекрасный повод приехать. А самый ближайший повод – это Новый год. В этом году Калуга – столица, новогодняя столица России. Конечно, правильно. Все, я тогда резервирую возможность к вам еще вернуться. А пока продолжим нашу трансляцию. Должен объяснить, что, повторить, что эта трансляция уходит помимо России 24, помимо платформы ТАСС, еще и за рубежом на телевидении ООН, телевидении Брикс в Южной Америке. Поэтому перед тем, как вот сейчас я переключусь на английский язык, буквально одна фраза. Ум гранд салюду анустров телеведентес суда-американус, хакенесистамустрэнсвитьендуа партия Авиэлла, эстасиону Руаша, Визион Канария. И отсюда мы начнем говорить по-английски. Теперь все из нас поддерживаем повестку устойчивого развития ООН. И кроме географии, мы расширяем дебаты. Традиционная энергия против нетрадиционной энергии. Новые применения – это дебат. Это что, борьба? Нет, мы так не думаем. У нас три номинации, из которых мы выбираем. И сейчас, опять же, мы говорим с доктором Чунгом. В Корее вы с нами, доктор Чунг? Да, добрый день, доктор Чунг. У нас три номинации в процессе глобальной энергии. Традиционная энергия – нетрадиционная энергия. Новые применения. Сколько вы выбрали? Все или одну? Мы выбрали три. Один по каждой категории. Первый раз за много лет. Давайте начнем с традиционной энергетики. И вот номинанты. Номинация «Традиционная энергетика». Демин Ван, Китай. Разведка, добыча, транспортировка и переработка топливно-энергетических ресурсов за изобретение комплекса ведущих мировых технологий добычи и испытаний, представленных методом Сонглиао – эксцентричным расположением труб и ограничением тока при гидроразрыве пласта. Ричард Джей Голдштейн, США. Теплоэнергетика. За большие достижения в оптических системах измерения скорости и температуры жидкости, за разработку систем охлаждения, широко используемых в высокоэффективных газовых турбинах, а также новые и важные измерения в области тепловой конвекции и лидирующую роль в инженерном сообществе. Цзинь Лянхэ, Китай. Электроэнергетика. За фундаментальные исследования и разработку передовых технологий передачи электроэнергии. Карло Рубио, Италия. Ядерная энергетика. За общий вклад в энергетику и устойчивое развитие всего мира. Джао Яндун, Австралия. Электроэнергетика. За выдающийся вклад в эксплуатацию, управление и кибербезопасность умных электросетей. Доктор Чун. Да? Итак, вы приняли решение? Да. Мы приняли решение. Комитет Цзинь Лянхэ объявляет победителем доктора Карло Рубио из Италии. Доктор Карло Рубио, он находится с нами онлайн. Мы поздравляем вас. Господи, я слышу. Да, я слышу. Некоторые люди говорят, что традиционная энергия больше не модная. А вы, тем не менее, были номинированы на подминации традиционной энергии. Я думаю, что новые энергии на самом деле не заменят все традиционные еды и энергии. Потому что использование природного газа, который может быть производителем без СО2. Ну, природный газ может добавить СО2, но не отбирать водород. Поэтому продолжается в каждой области на традиционной энергии. Это очень сильный аргумент. 100 лет истории. Продолжение в этой энергии. Поэтому я думаю, что традиционная энергия будет продолжать развиваться. Спасибо, спасибо вам большое. Еще раз поздравляем вас. Огромное спасибо, доктор Чун. Теперь давайте перейдем к другим номинациям. Давайте я спрошу организаторов, попрошу их рассказать, прежде всего, кто был в шортлисте по нетрадиционной энергетике. Номинация «нетрадиционная энергетика». Масахира Ватанаби, Япония. Топливные элементы и водородная энергетика. За предложение нескольких новых концепций катализаторов из биометаллических сплавов, которые в настоящее время используются в серийно выпускаемых системах когенерации и транспортных средствах. Адольф Гетцбергер, Германия. Возобновляемые источники энергии. За выдающиеся достижения в области возобновляемых источников энергии и основания крупнейшего европейского научно-исследовательского института солнечной энергии. Петр Зеленай, США. Топливные элементы и водородная энергетика. За новаторский вклад в фундаментальные исследования, разработку технологий и коммерческое производство катализаторов и устройств для топливных элементов. Джей Кислинг, США. Биоэнергетика. За разработку простого и сравнительно недорогостоящего микробного синтеза для использования в развивающихся странах. Пейдун Ян, США. Возобновляемые источники энергии. За разработку беспрецедентных полупроводниковых биогибридных систем искусственного фотосинтеза. Доктор Чунг, когда я читал презентации по номинации, я просто не верил своим глазам. Настолько впечатляющие эти презентации. Давайте поделимся со всеми новостями о решении нашего комитета. Кто победитель? Пейдун Ян, Соединенные Штаты. Есть ли у нас возможность связаться с нашим? Есть ли у нас возможность связаться с нашим? Здорово, мистер Янг. Поздравляем. Добрый день, господин Янг. Поздравляем. Спасибо. Спасибо. Вы видите нас также? Вы нас видите? Да. Вы верите, что у меня в руках? Вы видите, что это? Это лист. А как насчет искусственного листа, над которым вы работаете? Да, на самом деле... Да, мы в Сан-Франциско. У нас был очень теплый выходной, свыше 100 градусов Фаренгейта. Фаренгейта. Рекордные температуры за последние 20 лет. Поэтому погода меняется из-за глобального потепления. Это становится более нормальным из-за изменения климата, из-за выброса углерода в окружающую среду. Поэтому я на самом деле думаю, что возобновляемые источники энергии и технологии – это технология будущего. Потому что возобновляемые источники энергии смогут снизить эффект выброса углеводородов в окружающую среду. И к тому же мы сможем этот углерод перерабатывать в полезные химические элементы. А вот зеленый лист, который вы показываете, это на самом деле чудо. Чудо природы. Он берет солнечную энергию, переработанную энергию углерода, и создает такое чудо. Этот искусственный фотосинтез в итоге займет свое достойное место. Потому что эта технология будет выполнять ту же самую функцию, как вот этот зеленый лист. При помощи солнечного цвета будут перерабатываться углеродные выбросы в полезные элементы. Это потрясающе. Но я должен вас прервать, иначе у нас получается такая лекция. У нее есть и тетская лекция. Она прекрасная лекция. Но спасибо вам большое еще раз и поздравляю вас. Номинационный цикл, хотя мы к нему вернемся через считанные минуты, чтобы сказать, что здесь в Центральном зале собрались сегодня, в Космическом музее в Калуге собрались сегодня и сотрудники Ассоциации «Глобальная энергия» и «Калужане». Но с нами также глава наблюдательного совета Ассоциации «Глобальная энергия» Олег Михайлович Пудоргин. Здравствуйте, Олег Михайлович. Олег Михайлович, мы сейчас говорили о расширении географии номинаций. Но, наверное, стоит прислушаться и к советам по поводу расширения интернационализации наблюдательного совета. Будем этим заниматься. Сергей, отличная идея и предложение. И я думаю, что обязательно надо с вами согласиться. Тем более, популярность нашей премии в этом году просто такая... Даже трудно было представить, что уровень просто исключительно такой достойный. И наша премия заслуживает особое внимание на всех континентах. То, что сегодня номинанты такие и знаковые, и современный подход. Три премии полностью имеют, полностью весь объем тех необходимых. Не забегайте вперед, сейчас мы еще узнаем, вручили ли третий. Так что, Сергей, поддерживаю. Я думаю, что все согласятся, и наши международные эксперты, и участники нашего международного комитета. Спасибо. Доктор Чунг, возвращаемся к вам. У нас три номинации из трех, да? И как насчет последней номинации? Не говорите мне сейчас результат. Пожалуйста, давайте сначала послушаем презентацию. Посмотрим, какие у нас были номинанты. Номинация «Новые способы применения энергии». Эндрю Брюс Холмс, Австралия. Новые материалы, применяемые в энергетике. За лидерство в области синтеза органических электронных материалов и применение устройств для энергосберегающих, органических и полимерных светоизлучающих диодов и тонкопленочных солнечных батарей. Хенрик Лунд, Дания. Эффективное использование энергии. За создание передового проекта для анализа энергетических систем EnergyPlan, который представляет собой бесплатное программное обеспечение, используемое во всем мире и составившее основу более ста рецензируемых журнальных статей по всему миру. Николаос Хациаргирио, Греция. Эффективное использование энергии. За выдающийся и устойчивый вклад в эксплуатацию и управление микросетями. Сеньгуо Юй, Австралия. Эффективное использование энергии. За выдающийся доказанный вклад в новые способы применения энергии в киберфизической среде. Эли Яблонович, США. Эффективное использование энергии. За фундаментальный вклад в области фотовольтаики, полупроводниковых лазеров и фотоники. А также за их использование в технологиях эффективного использования солнечной энергии и телекоммуникации. А вот это номинанты. И кто победитель? Это доктор Николас Хациаргирио из Греции. И поздравляем. Он у нас на линии. Доброе утро. Первый вопрос. Как конкретно вы произносите свою фамилию? Это сложно. Хациаргирио. Мы будем тренироваться. Это сложная фамилия. И расскажите нам буквально пару минут, в чем состоит ваше достижение. Я, прежде всего, хочу сказать, что я глубоко почтен этой премией. И я благодарю вас за присуждение мне этой награды. Я полагаю, что изменение климата может быть также вызвано различными фактами. Эффективное использование этой энергии включает в процесс также потребителя. Структурные сети оптимизируют использование микроисточников, участие потребителей в процессе использования электроэнергии. Вот это основная цель моей работы. Спасибо большое. Мы будем рады видеть вас здесь с целой лекцией. Но, опять же, в данный момент поздравляем вас. Доктор Чунг, огромное спасибо вам за всю работу от имени Международного комитета. И я очень рад, что было столько опций, которые можно было использовать. Спасибо большое. И я признателен за вклад секретариата, за вклад ваш и всех ваших сотрудников. Для членов Международного комитета была большая честь выбирать этих лауреатов. И был выбор. Спасибо. Спасибо. Я все-таки переключусь на русский, потому что я должен поблагодарить, конечно же, членов Ассоциации глобальной энергии, учредители этой премии. Это Газпром, это Россетия ФСК ЕС, это Сургут Нефтегаз. Благодаря этим компаниям премия все эти годы существует. Но есть еще пару комментариев. Вы же математикой по образованию учились здесь, в Калуге, в Обнинске, да? Да. Я, знаете, в вашем лице хотел обратиться к российским ученым. Конечно, надо бы нашим ученым тоже поактивнее участвовать в номинационном процессе. Вы уж поговорите и здесь, в том числе. Побольше публикации на английском, это, конечно, такой серьезный фильтр для не Международного комитета, а даже для экспертного комитета. Ну, прям хоть курсы открываем. Мы будем думать сейчас о глобальной энергии, как помочь. Потому что, конечно, хотелось бы увидеть и россиян среди лауреатов. Если вам интересно то, что вы сейчас увидели. Мы записали интервью с большинством номинантов, их было 15, в шорт-листе. Потрясающие совершенно вещи они рассказывают. И эти интервью находятся на нашем сайте, на фейсбуке. И я хочу поблагодарить всех подписчиков на «Глобальную энергию». Сейчас у нас 109 тысяч подписчиков на нашей странице фейсбука на английском и на русском языках. Ну, и, в принципе, на этом мы будем завершать. Спасибо еще раз за гостеприимство Калужан. Спасибо вам. И, конечно, мы ждем комитет в следующем году у нас в гостях. Вот уже прозвучала мысль, что мы поедем в еще один город, пока не скажу в какой, но через Калугу. Так что дело хорошее. Спасибо. И до этого, собственно говоря, мы завершаем нашу трансляцию. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»